Азербайджан должен разработать политическую концепцию, связанную с вопросом взаимоотношения с Россией. После завершения 44-х дневной Отечественной войны у нас образовалось много вопросов к России. Об этом в интервью Минвалас заявил руководитель Центра политических исследований Атлас Эльхан Шахинаглу, комментируя сообщение о создании двух опорных пунктов 102-й российской военной базы на граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области Зенгизур. Он напомнил, что Москва до сих пор не внесла ясность в вопрос тактического ракетного комплекса «Искандер», обломки ракеты которой были найдены в городе Шуша. А сепаратисты до сих пор не обезоружены. Через несколько дней на территории Ходжалинского аэропорта, находящегося под контролем российских миротворцев, будет проведен военный парад, который не согласован с нами. Учитывая все эти вопросы, мы должны подготовить данный документ. Хоть Россия и называет Азербайджан стратегическим партнером, следует понизить эти отношения на одну ступень и довести их до формы обычного сотрудничества, подчеркнул политолог. Эксперт напомнил, что ранее он уже обращал внимание общественности на то, что Москва и Ереван ведут переговоры по двум направлениям – расширение 102-й военной базы России в Армении и создание новой военной базы в Зангизуре «Сюник». По словам Шахинаглу, Ереван прилагал все усилия в этом направлении и глава Минобороны Армении часто посещал Москву. И, видимо, армянской стороне удалось получить согласие Москвы на создание двух опорных пунктов 102-й российской военной базы в Зангизуре. С другой стороны, это неприятный посыл для Азербайджана. И, как всегда, во главе угла встает вопрос, против кого направлена деятельность 102-й российской военной базы и двух ее опорных пунктов в Зангизуре, если Москва называет Турцию своим партнером, а Азербайджан – стратегическим партнером. Вновь повторюсь, это неприятный сигнал для нас, и похоже на то, что Москва поставила перед собой цель защищать Армению. На фоне всего этого нужно открыто признать, что Россия не выполняет договоренности, взятые ею на себя в Карабахе. Армянские сепаратисты до сих пор не обезоружены, растет количество провокаций. А взамен мы видим, как Россия расширяет свое военное присутствие в Армении, подчеркнул Шахинаглу. Как считает эксперт, укрепление российской базы в Зангизуре вновь свидетельствует об отсутствии независимости Армении. Армения является слугой России, она не способна даже сделать шаг без помощи Москвы. В Ереване, видимо, думают, что Россия защитит Армению от Азербайджана. Помимо этого, как считает эксперт, необходимо ускорить размещение турецких военных баз на территории Азербайджана. Одну из таких баз можно разместить в Гяндже, а базу ВВС – на Абширонском полуострове. Основная турецкая военная база должна быть размещена в городе Шуша или в Лачине, или же Кельбиджаре. По мнению Шахинаглу, создание двух опорных пунктов 102-й российской военной базы в Зангизуре увеличивает маневренность наших возможностей. К тому же, России будет нечем нам возразить на размещение турецких военных баз на территории Азербайджана. В этом случае мы можем поинтересоваться у той же России, против кого она создает два опорных пункта 102-й военной базы в Зангизуре. В ближайшие дни Азербайджан планирует посетить президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Как Азербайджан, как и Турция должны серьезно подготовиться к предстоящему визиту, заключил наш собеседник.